Приветствую вас, коллеги! Сегодня я ставлю перед собой непростую задачу. Я заинтересована в том, чтобы по окончанию просмотра этого видео у вас не только сложилось представление о том, что такое формирующее оценивание и каковы его инструменты, но и чтобы в самое ближайшее время, возможно, даже что уже завтра или через несколько дней, вы смогли реально эти инструменты применить в своей практике. А начну я с одного случая из своей профессиональной жизни. Несколько лет назад ко мне подошел мой коллега и с таким легким возмущением в голосе спросил у меня, а зачем мне формирующее оценивание? Что я буду формировать? Столько лет я работал в школе, не использовал инструменты формирующего оценивания, а тут вдруг я должен что-то применять. Почему? Зачем мне это надо? Вот вы знаете, друзья, из своего практического опыта могу сказать, что большинство учителей, которые задаются этим вопросом, в принципе не нуждаются в инструментах формирующего оценивания. Почему? Объясняю. Вот давайте рассмотрим наш традиционный класс, в котором учитель передает информацию, делится знанием с учащимися и через какое-то время он, конечно же, должен оценить работу учащихся. Традиционное оценивание – это что есть? Это выставление отметки, оценки. 5, 4, 2, 12, если это 12-бальная система оценивания. Что показывает эта отметка? Она показывает, насколько хорошо учащиеся усвоили тот или иной материал. То есть, насколько хорошо они воспроизвели ту информацию, которую им передал учитель. Потому что традиционное оценивание или техники традиционного оценивания, они в основном связаны с проверкой фактов. Насколько хорошо ученик знает какие-то факты и умеет их воспроизвести в устной или письменной форме. Или решение задач по какому-то алгоритму. Вот работая таким образом, наш ученик остается все время в пассивной роли. Здесь активная роль у кого и ведущая. Она у учителя, безусловно. Фокус здесь на преподавании, а не на учении. И в этой-то ситуации нам действительно не нужны инструменты формирующего оценивания. Как 5 лет назад я рассказывала этот материал, я его пересказывала своим ученикам, так я и сегодня это делаю. Как 5 лет назад я проводила контрольную работу или самостоятельную, чтобы оценить, насколько хорошо они усвоили этот материал, так я сегодня так делаю. Что я изменяю? Что я формирую? Я действительно не нуждаюсь в этих инструментах. Но как только позиция учеников меняется на активную, как только, коллеги, вы, допустим, начнете работать с вашими учащимися по сценарию перевернутого класса, или вы решите провести проект, или исследовательское обучение, одним словом, как только вы уйдете от традиционной модели преподавания и фокус с преподавания сместится на учение, вот тут, коллеги, вы почувствуете, как вам не хватает этих инструментов. Потому что, когда вы поймете, что класс более не смотрит на вас, не смотрит на вас, он, вы не ловите их взгляды на себе, а они, возможно, отвернувшись даже спиной к вам, работают в парах, в тройках, они самостоятельно изучают материал, самостоятельно исследуют, фиксируют результаты этого исследования, они самостоятельно делают выводы, общаются между собой, обращаются к друг другу за вопросом и за помощью. Вот когда вы станете наблюдателем этого процесса, вот тогда наблюдателем самостоятельной учебной деятельности учащихся, вот тогда вы зададитесь вопросом, вопросами, а как я узнаю, насколько хорошо учащиеся понимают тот материал, с которым они сейчас работают, а как я узнаю, с какими трудностями они сталкиваются во время выполнения этой работы, а верны ли выводы они делают, а как я могу помочь той группе учащихся, у которых уже есть, допустим, определенные пробелы в знаниях, и их уровень немного слабже, чем уровень, допустим, других групп учащихся, а как я могу им помочь, а как я могу их поддержать, справятся ли они с этой работой? Вот тут, коллеги, даже если вы не знаете, что такое формирующее оценивание, вы будете искать для себя ответы на эти вопросы, и вы придете к инструментам формирующего оценивания. В традиционном классе, даже если мы возьмем эти инструменты формирующего оценивания, они будут притянуты за уши, это будет как телеги, пятое колесо, они там не нужны просто-напросто. Здесь же они просто необходимы, они настолько органично впишутся в ваш учебный процесс, потому что это совсем другим образом организована учебная работа. И вот здесь без инструментов формирующего оценивания нам не обойтись. И вот прежде чем я перейду к конкретным примерам, я хочу сказать одну важную мысль. Для нас, так как все-таки мы привыкли к слову оценивания и к пониманию слова оценивания, понятия оценивания в традиционном смысле, то для нас оценивание всегда связано с выставлением отметки, с выставлением оценки. Вот формирующее оценивание – это не отметка. Ни в коем случае. Формирующее оценивание – это механизм сбора информации. Той информации, посредством которой учитель качественно меняет свои методы работы, формы работы, свои учебные материалы, с которыми работают его учащиеся. Это обратная связь, которую получает учитель о том, насколько хорошо продвигаются сейчас его ученики, с какими проблемами они сталкиваются, каким образом можно им помочь и поддержать развитие каждого ученика в классе. Это обратная связь, которую получает ученик о своем собственном продвижении. Насколько хорошо вообще я разобрался в этом учебном материале. Мне понятна эта тема или нет? Вот что такое формирующее оценивание. И у формирующего оценивания несколько стратегий. И в этом видео я бы хотела более подробно остановиться на одной из них. А конкретно на развитие и поддержание самостоятельности и взаимодействия учащихся. Я приведу несколько примеров из своей педагогической практики и из практики Юрия Курвица. И начну я с очень простого инструмента, который я достаточно часто использовал в своей работе. Это инструмент самооценивания. Конкретно здесь, сейчас на экране, вы видите диаграмму Венна, которая была выполнена при помощи рисунка Google. Самооценивание можно провести совершенно разными способами. Учебная ситуация, в которой я это применяла, была следующая. Учащиеся два урока самостоятельно создавали презентацию, используя инструмент Google Presentation. И в конце урока, вот буквально за пять минут, их задача заключалась в следующем. Они должны были сделать с этого Google рисунка для себя копию и оценить, что, по их мнению, они уже умеют делать в Google презентации. Тогда они перетаскивают те понятия, которые я вписала сюда, или те умения. Что они не умеют, тогда они их перетягивают сюда. И посерединке оставляют ту часть, которую они вроде бы умеют, но немножко не помнят. Или до конца не поняли, что это такое. И здесь, что дает мне эта информация? Так как это происходит в классе информатики, я вижу все экраны учеников. Быстро пробегая под класса, я вижу, куда они перетягивают вот тот или иной вот эту вот рамочку. И если какой-то ученик, допустим, перетягивает такую рамочку, как редактирование текста, допустим, вот сюда, я ему задаю вопрос, и оказывается, что он просто не понимает, что значит слово «редактирование», оно для него новое. И если я ему объясняю в этот момент, что означает редактирование текста, он понимает и перетягивает уже эту рамку сюда. Если какой-то ученик сомневается в том, что он умеет, или, например, он считает, что он вот сегодня помнит, а завтра забудет, я опять-таки подхожу, интересуюсь, и мы заново это действие какое-то повторяем. Я обращаю на это внимание. Следующий инструмент я применяла, когда мы с учениками работали каким-то, организовали работу каким-то новым способом. Это инструмент рефлексии с наводящими вопросами. Вот здесь, допустим, вы видите сейчас три мнения учащихся на эстонском языке, которые они мне оставили. Здесь я интересовалась их мнением относительно проведенного урока. И я задавала три вопроса. Что было удобно для вас именно вот в такой форме работы? Что вызвало затруднения? И что вам понравилось более всего? И здесь они своими словами отвечают. Что я делаю с этой информацией? Я получаю достаточно много данных, и некоторые мнения, они созвучны, они совпадают. Их я обобщаю. И, допустим, на следующем уроке об этом говорю. Если большинству понравился такой способ работы, значит, я считаюсь с этим. Мы попробуем снова таким же образом организовать работу. И все время находятся какие-то исключительные мнения. С ними я работаю уже отдельно. Допустим, я могу уже индивидуально с каким-то учеником просто на эту тему спокойно, откровенно поговорить. Далее, следующий инструмент – это критериальная матрица оценивания. Или таблица оценивания. Где даны критерии, по которым будет оцениваться какая-то работа. Даны пункты, начисленные за каждый критерий, за исполнение, правильное исполнение каждого критерия. И учащиеся, используя критериальную таблицу оценивания, ориентируясь на нее, создают какой-то свой конечный продукт. И они знают, что потом за это они получат, например, какую-то отметку. Также можно использовать ту же самую таблицу для того, чтобы учащиеся сами смогли оценить работы друг друга. Но что я заметила, что когда я своим учащимся предлагала вот такую таблицу, они делали вот что. Они закрывали всю таблицу, оставляли для себя только вот эти пункты. Их вообще не интересовало, что вот здесь у меня написано критерии. Они ориентировались только на это описание. То есть, если они, учащиеся, работают, ориентируясь только на эти пункты, значит их работа будет выполнена на высшем уровне. Следующий инструмент. Следующий инструмент, который прекрасно поддерживает развитие самостоятельности и способствует развитию ответственности у учащихся. Это инструмент Learning Cups, который я очень люблю. Здесь приведен пример с одного теста, который использует Юрий в своей работе, и студенты которого этот тест Learning Cups обожают. Почему они его так любят, и почему они просят у него создавать для них эти тесты? Да потому что с его помощью они получают обратную связь. И умение работать с этой обратной связью – это тоже важное умение. При помощи Learning Cups они определяют, насколько хорошо они разбираются в этой теме. Одно дело ты послушал преподавателя, одно дело ты посмотрел видео, другое дело, когда тебе при помощи Learning Cups представлен какой-то вызов, который ты должен будешь принять, и ты будешь решать. И вот затем ты уже определяешь, что ты будешь делать с этой обратной связью, сколько у тебя возникло ошибок, сколько у тебя появилось непонимания, с каким вопросом ты теперь придешь к преподавателю. Следующий инструмент – это совместная работа над домашним заданием. Цифровой инструмент здесь использовался – таблица Google. Учащиеся здесь работают вместе. Вот когда-то, много лет назад, Юрий сам почувствовал, вот сам почувствовал именно вот так, как я и говорила в начале видео, что ему чего-то не хватает. Он понимал, что он может дать больше ученикам, и то, что они также способны на большее, что в рамках вот этого урока, ну, никак-никак не вмещается. Тогда он стал проводить совместные домашние работы, то есть одна домашняя работа на весь класс. Мы использовали тогда для этого таблицу Google по одной простой причине. В документах Google еще не было возможности чатиться. Он еще не содержал чат. Чат был только в одном инструменте, именно в таблице Google. То есть мало того, что здесь все ученики решали совместно свою домашнюю работу, так еще и в правой части был чат, где была возможность задавать дополнительные вопросы и общаться с друг другом. Вот это был очень важный момент, который позволил проявить себя многим учащимся. Вот, например, тем, которые на уроках было сложновато, но желание и мотивация для изучения математики у них была. Вот этот инструмент позволил им проявить себя. И следующий инструмент, который я хочу вам привести здесь, это блог, который также использовал Юрий со своими учениками в учебной работе. И вот та информация, которую Юрий получал от своих учеников, которых он знал много лет, при помощи блога, вот эта информация была для него принципиально новой. Например, он узнал, когда они начинают выполнять домашнюю работу. Оказывается, они только в половине четвертого утра заканчивают выполнять домашнюю работу. Теперь для него опоздания учеников на урок, ну, стали абсолютно логично, что ли. А если еще опаздывает на урок девушка-двенадцатиклассница, у которой еще прекрасный, перфектный просто макияж, то ты понимаешь, она в полчетвертого закончила дело домашнее, в полпятого она уже встала, чтобы так накраситься. Более того, опять-таки, здесь проявили себя те ученики, которые в классе, которые в классе, ну, по каким-то причинам не проявляют активности. Ну, по разным причинам. Здесь ты, наконец-таки, видишь этих учеников. Ты как будто бы впервые для себя открываешь этот класс. Я сейчас не буду более подробно останавливаться на блоге Юрия Курвица. На моем YouTube-канале вы найдете целых два видео, где я делала видео-экскурсию по его блогу, откуда вы почеркнете очень много полезной информации для себя. Вот сейчас я бы хотела резюмировать то, о чем я говорила, и сказать следующее. Коллеги, вот если мы непрерывно, в течение длительного времени, работаем с нашими учащимися, используя данные инструменты формирующего оценивания, то у них развивается способность брать ответственность за собственное обучение на себя. Они учатся общаться между собой. Они начинают создавать работы более высокого качества, понимать обратную связь, которую они получают, и работать с этой обратной связью. Вот то, что оно так произойдет, это я знаю не только из научных статей, которые я читала на эту тему, но и из своего практического опыта. Что ж, коллеги, я надеюсь, что примеры, приведенные мной, были полезны и интересны для вас. И подытоживая свое видео, я хочу сказать следующее. Во-первых, наш ученик должен быть активным участником учебного процесса. Нам нужно думать все время о том, что мы не учим его, мы помогаем ему учиться. Поэтому нам просто необходимо постоянно получать обратную связь о том, как этот процесс самостоятельной учебно-познавательной деятельности протекает. Второе. Ту информацию, которую мы получаем, используя инструменты формирующего оценивания, она не служит основанием для выставления отметок, для того, чтобы получить какую-то оценку. Она служит, и тут мы переходим к третьему важному пункту, для того, чтобы учебный процесс формировать, направлять. То есть это непрерывный процесс. Мы не можем сказать, что вот сейчас я три недельки так поработаю, а потом вот я что-нибудь применю. Может быть, какой-то опрос для них проведу. Это те инструменты, которые мы используем изо дня в день. Изо дня в день. Они нам нужны постоянно, на регулярной основе. Сегодня, понятно, что этих инструментов очень много. Сегодня я вам рассказала лишь о тех инструментах, которые соответствуют выбранной мной стратегии. На самом деле этих стратегий несколько, и, соответственно, техник, и методы, и инструменты, они тоже все разные. Я надеюсь, друзья, что это было видео полезным для вас. Я надеюсь, что действительно в самое ближайшее время вы уже сможете использовать инструменты формирующего оценивания в своей практике. Я также надеюсь, что у вас появились какие-то вопросы, связанные с этой темой, и вы обязательно зададите мне их в комментарии под этим видео. Если оно было интересно для вас, если оно было полезно для вас, обязательно ставьте лайк. И всего вам самого доброго. Активных вам учеников и интересных уроков. Пока!